Здесь многие знают его с хорошей стороны. Он всегда, какой бы ни был, там и здесь всем протягивал руку. Я не хочу обмануть, потому что это все, мы в день и ночь будем. Он переехал, да, ихний отец в 43-м году через забор у нас купил дом. Во время войны, самый разгар войны был. Да, Рахматку надо, да, все равно он еще надо. Это такой человек, он копий отца. Отец был худенький, дюкненький такой. Он пожил бы еще много, но когда он хотел строить этот дом в 43-м году, я как был очевидец маленьким, у меня тогда сколько, 8 лет было, когда он привез кирпичей, вал и все такое, и некому, дочь был проливной, некому было занести. И он сам покойный, потихоньку занес и заболел. Заболел в действительности. Все, что могли сделать, ничего не сделали. Воспаление убило киски. И после этого ушел. Покойная мать шестерых детей воспитывала этих детей. Двое дочерей и четыре сына. Первый сын Шумель, покойный. Потом Яха идет. После Яха идет Михаил, который вовшли. После Михаила идет еще Михаил, который живет. Факер. Выдрай, Юра, потом Миша. Вот еще четыре брата, две сестры. Я хочу сказать, это золотые люди, особенно мама. Это женщина. На нашей улице все красавцы женщины живут. Вот есть дети, которые знают тоже, я не хочу сказать. И все время они все спаянные, дружные были. Никогда что твое, мое или что, до этого не было. Правда, русского языка очень плохо знали в нашей России. Но свой язык и ибру. Мы так не знали, как они знали. Вот и поэтому, в общем, да. Ходоро пошеломать маме. Дай Бог, чтобы она поднялась.